заодно покажу тут варил свою качку головы снова стала решила что надо снова делать их экономии воды нафиг у кого стоит счетчики вам лайфхак скажем так какой-нибудь отвар в моем случае надо будет холодный разбавлять но обычно я с вечера делаю утром я его разбавляю горячий тут у меня сироп облепиховый тут у меня я короче сначала измельчила миксером потом процедила через сито потом протерла и вот то что протерла и потом засунула штука которую я еще не обозревала но скидывала в инстаграму я потом думаю что отдельный обзор и сделаю мне сейчас время совершенно совсем нема я даже приехала думала сделаю хотя бы перевод в команду ну не получается пока думаю с понедельника заняться короче вот даже некуда смонтировать четырехминутный ролик из деревни вот эта штука которая в инстаграм и вот я в ней измельчила я думала что зернышки ну измельчатся вот как-то это но зернышки видимо на все таки еще не совсем зрелая но в принципе еще пока рано латаю снимать на самом деле тонны где-то вот в первых числах сентября обычно начинала только в середине сентября но и зернышки мягкие еще не дозревшие вот они как бы не готовы к даванию масла или тип того но все таки там лишний сок еще карта жидкость вышла я засыпала сахаром в общем где-то стакан что ли сахара уж не помню данный стакан сахара тут был да потому что было 200 миллилитров от этого всего я кинул стакан сахара вот она дала сок я решила его проводить еще думала что если не вот так это густо то добавлю на той воды до качка чашечки миксерной которая малого и потом еще тот который там потом который до этого показывала и короче да приветная зрительно было сказать у всех кто бы хотел кота записать он там увидел птичку так пшик на нее пырится вон там даже сейчас я увидела но я не знаю может телефон не незаметно было вообще вот она там есть прыгает интересно такая птичка жёлтенькая мне кажется у родственников они на втором этаже живут там двухэтажные домики такие кирпичные ну и там вот тоже какая-то птичка похожа когда-то придула ну и смотрю сегодня ну думаю добавлю этого самого свое какой-нибудь типа варенье она дала сок нормально так вот я вот его проварила сколько-то минут довела до кипения думаю потом наверное еще чутка поварила вот именно вот как у меня там рецепт яблочного сиропа в кокпеде вот по такому же способу только там-то я сок выжимала тут ну дело принципе тоже как бы сок изначально там осталось совсем чуть-чуть докипать доведете до кипения и после кипения сорт 5 натворить ну по примеру нашего варенья в семейном рецепту сначала засыпаете сахаром он дает сок на 8 часов там или на ночь зафигачиваете потом доводите до кипения помешивая оставляете на ночь или на 8 часов а потом снова ну смысл выключаете газ а потом уже снова доводите до копения после кипения 45 минут варить там семейный рецепт сегодня планирую убираться в комнате этом на столе не убиралась момента как я в абхазию свалила там можно в некоторых местах вот прям пальчиком написать пожелание на пыли тут у меня арония ну смысле черная смородина это черная подон дебина потом яблоко давай три сорта вообще с разных мест соседей из деревни то что я у галкиных снимала это что мне подружка ее мама дала слева берега пара яблок лапа под можно дрожит я даже вижу как она дрожит а еще мне был виноград купила виноград и чё-то он меня не естся не естся я его так думаю заморозили что-то мало думаю а чё его морозить вдруг он невкусный год то что мне вообще с ним делать я уфигак обзрывала светочки этот киш-миш сюда зафигачила там не красная рябина которую еще надо будет разобрать тут у меня маленькая горка посуды большую горку я вчера было и уже чувствую надо мой маленький телефончик первый смартфон мой мегафоновский да уже три минуты как надо выключать на будто покрыть снять с огня смысле сплит и поставить на окно покрыть этой самой марлечкой только надо куда-то сначала это животное взглянуть ну скажут мне люди написала на стене что некогда пустые банки снимать а сама тут на кухне торчит на телефон снимать ноешь на кухне только бы это просто взял и уже можно напрямую загружать не я иногда все-таки снимают телефон а то и монтирую но тут уже по-быстрому такое быстрый ролик тише 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 поверни башку к человеку я в деревне тут ездила 30 у меня полчаса на мне сидел и мы выкал по делу ездили но я и ролик скидывала с телефона мелкий чем я как понедельник приехал на этой неделе на этом деле какая-то длинная нескончаемая так каждый день или кого-то вижу или куда-то езжу соберем плата езжу и кого-то вижу терем не как бы планировали гости но в итоге я ходила немножко по делам конкретно по делам я потом все-таки обозреваете туфельки которые я купила специально чтобы на следующий год ходить потому что пока у меня эти хоть как бы подошвы на мертвой придела но там местами из-за этих дырочек дизайнерских четко порвалось в сад ходить в них или ходу до или в деревне вообще нормально но по городу уже как-то дохожу тот сезон скажем так да там это люди вот что сегодня первый день типа официально осенью вчера был последний день официально это я считаю что лето на состоянии души я вчера маслятка я пришла а еще что в принципе лето это вот осень это когда все такое красненькое желтенькое оранжевенькое так что я пока еще идет лето если у вас есть возможности взять выходной либо вы по какой-то причине как я по какой-то причине не работаете официально там с выходом из дома или дома вы работаете и вас есть время пошляться ну короче если у вас есть время провести его с природой куда-то погулять ходить то говорите момент все еще лето идет эти тут клюква наши родственники в общем человек не то чтобы вина на нем лежит за то что не у велика специально отодрали звоночек и раскручили сам рульку смысле как бы не настолько раскручили что не ездить но когда его вытаскивала очень трыдец и сидение на будут закреплять потому что ручки шаловливые у некоторых были короче мой приятель сказал что родственников вообще ничего нельзя давать ну не каждому родственнику на есть такие родственники каждой семье хотя вот моя подруга видимо нет у нее такой не в каждой семье есть исключение есть человек который мертвого докопает вот мы тут девочкой который меня смотрит недавно дарительница сазона скажем так они в личке эту тему судили а еще каждой семье мыслю потерял короче в общем эти тыковки сначала дали близкому родственнику а потом близкому родственнику дали еще тыковок и внезапно эти тыковки всю неделю в деревне провалялись не знаю разное это сорта ну что они разного цвета или как я думала что-то какую-то декоративная штука потому что у меня была как-то декоративная тыква с той что ли квартиры сюда переехали с этой квартире хз короче на прошлом году внезапно ли в этом году коньки откинула я и не заметила когда меня но замкнули я уже поняла что на когда на коньки откину прошлось выделить откинула же короче да вот в этом варенье вот такое еще одно яблочко есть да вот галкинской березы смысле я бы и так хотел как тут кстати калина с медом меня соседка калина угостила на нашем дереве не знаю может несколько ягодок есть но то уже на вот снимать концу сентября есть кино же мне пока дорога закрыта но мне вообще сказали к человек оттуда уедет чтобы не съездить к тому же это не ее личная собственность может быть таком сгоняю мне как-то неудобно ехать там допустим я даже с тетей разговаривала спрашиваю вот вдруг поеду по круговой вдруг она выйдет что мне делать то здорово все дальше поедешь а если будет что-то говорить скажу что вы мне уже все сказали типа того что мне с вами не о чем говорить все в таком духе в общем я всегда такой ступор когда друзьями долго с человека долго-долго считаешь друг а потом он оказывается и не друг овся короче вот две тыковки оказывается не исполнись и съедобная мне сказали что не две недели полежат в течение двух недель меня их надо будет уделать саморозить и еще мне вчера поудали идею купить новый холодильник не знаю как получится может быть следующем месяце но думаю может быть в этом году я короче глянула от 12 тысяч вот берю за там что-то такое или берюсаха хрен знает там дух двухкамерный смысле два отдела и в камере два места камера внизу находится потому что я все тут хотела купить себе морозильную камеру но поняла что она мне как бы во первых ставить некуда так чтобы удобно было именно на кухне до в комнате сказали что не ставит морозильные камеры во вторых но мне не надо столько вот камеру размером как моя камера смысл покупать смысл камера морозильная и я уже вчера так еще понегодовал думала нафиг нет а холодильник а потом что-то так глянула думала почему бы нет принципе кстати для тех кто любит котика датише кстати ролик который еще не пока нет даже не начала монтировать там будут прилично котиков котик практически будут передавать привет одному маленькому мальчику из тюмени в принципе снимал это в основном из этого мальчика вот котик пошел у меня пакет на пол и пакет мусор ждущий когда его вынесут на мусор а еще пакет с корзиночкой в сад мне разрешили что можно в принципе даже завтра приехать сад я забыл что там какой-то сабантуль но есть такие люди которые как бы допустим раньше они не хотели чтоб вы их ты их ты был присутствовал я присутствовал допустим там где они есть и я не присутствовал потому что допустим приходишь и чувствуешь такое что они хотят тебя видеть я сбегала контакт с такими людьми когда они там допустим были в общедоступных семейных местах и короче потом человек и подумал совсем иначе человек что я не люблю когда присутствует тот человек другой мне сказать там будет но другой страны я тупо них я хочу просто приехать сад там допустим что-то положить и уехать а если там сидят и самбандуйствуют то соответственно не будут невежливо уходить сразу надо сидеть сабантуйствовать и не хочу не то чтобы вот но именно с этими людьми не хочу просто ну не хочу хочу просто приехать положить что-то так вот поэтому лучше уж приехать допустим завтра мужа еще не хочу в одно место сходить проверить получится ли у меня немножко облепихи собрать и облепиха у нас очень дорога незапно оказалось но у меня подруга и родственники считают что это из-за выходных потому что у нас на выходные на рынке обычно участия снимают для легких стюмени потому что она ждет когда я же я и думаю не только она ждет когда тут похавы на кухне у меня совершенно все нет времени может а так то вот ну как кто-то скажешь вот нет времени пишет надо ставить штатив надо как-то подготавливать время чтобы ну допустим путь не орали сегодня не орут или никто не пришел никто не позвонил как-то конкретно еще настроение потом это монтировать на монтаж как-то прилично времени уходите конечно стараюсь делать как-то параллельно еще какие-то дела но не всегда получается даже такая что насколько засняла потом это столько же времени это смотришь что-то отрезать что-то приделать чем вот у меня кстати эти салфе прихватки салфеточки прихватки очень понравились моей тети я думал это должно быть приятно уж не только я их я смысл и пользую но еще и человек понравится короче вот тут калина с медом я немножко еще в той деревне не было банка внизу было немного жидкого меда с этого года мой палец резкадр и туда засыпала калины прямо сидя на лавочке дома соседки на улице у двора и на территории скажем так разбирала несколько веточек был от еще незрелых я пока везла потом они мне тут на солнышке в той комнате полежали комната и кухня на комнате полежали и они как бы созрели я их ободрала и она типа того что миксером помолоть ну я чё-то как-то сначала подумала как-то не вроде они помялись а еще и потрясла так это они сами уже как-то сок дали я добавила меду который с прошлого года засахаренный я чё-то сначала я думал блин весь съем ничего не останется как-то его берегла потом про него забыла потом меня родственник спрашивает что мне как бы положено два литра за помощи вообще и вот он говорит ну типа надо его достать кастрюлю помыть куда наливать и что-то его не ешь я говорю ну вот как-то я даже не растапливая его никак добавила несколько столовых ложек сюда он сам сам расходится постепенно карина с медом ну как бы там можно побольше было взять на что-то не рискнула нагреть пальцы влезли в кадр так что вот тут у меня такое уже на пятнадцатом говорю можете поговорить хотела я что-то еще хотела сказать я помню что-то вначале говорения что-то говорила в районе тыквы и родственников не забыла ну короче вот родственник который ответственен за то что у меня без спроса моего взяли велосипед как бы он неплохой но вот есть такие люди которые берут без спроса а потом ну смыса берут а потом говорят уже когда это случилось ставят известность хозяина допустим на вещи и есть такие родственники много когда много родственников это мне кажется тоже жуткая во первых иногда встречаешь родственников третий раз жизни их видишь они тебя знают чуть ли не 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 с пеленок все тебе практически и т.д. и т.п. невежливо спрашивать теперь тут ехал кто в автобусе ценой человек садится разговаривать и при большой вообще не знаю но она меня знает но как спросить спросить здравствуйте вы кто да как-то невежливо я помню со мной какой-то чувак давно давно еще лет не знаю сколько мне может ли 20 не было здорово это со мной какой-то чувак начинается наговорить то-то-то ляля я понимаю что вообще его не знаю даже не представляю кто это ни разу не видела в жизни меня не убежливо спросила извините вы кто он значит стал разглагольствовать знаете как бы допустим вы у вас там какой-нибудь родственница ну допустим ваша какая-нибудь старшая сестра работает в какой-нибудь государственном учреждении и с ней там рядом работает какой-нибудь человек который ее соответственно знает не знает что у него там допустим есть вы да в родственнике там определенные и вот этот человек вас встречает на улице начинает с вами говорить как будто вы там супер лучшие друзья а вы даже лично не знакомы и вы его существование даже знать не знаете вот он соответственно был такой недовольный весь парень был высказал это моим родственникам мои родственники высказали мне я пришла к выводу что если человека даже я реально не знаю надо говорить так вот ну невежливо спрашивать типа вы блин кто невежливо вежливо спрашивать кто это такой на хотя некоторые вот ну понимаешь что их не узнала они как бы говорят что они ничего даже не обижаются хотя при этом мы можем быть даже нормально знакомым зефирки мне как чаю приволокло мне там еще 2 зефирки с прошлого игра не на пианино чуть-чуть у меня сладкая вот такой покупной они идут совершенно шоколадка тут я приятелю скидывала она такая вся в разных коробочках ну бумажечка тоже может сюда стану смотри грудь цветной шоколадик а он мне пишет что типа ну он же черный а я так торможу думаю почему черный волшебной краски пятерки покупала за 40 ну в общем 50 без копейки и вот тут у меня первые у меня рука потянулась зеленые автоматом голубые потом достала чтобы просто зафоткать и показать из тех времен он на это же мне к ней я даже не притрубку наверно закругляться но другой стороны сумбурный такой болтал на коте просить на основанный до тех кто я так понимаю что скучал по роликам тережка в которой была переноска в которой ехал кот а там сушилка греется там яблоки которые уже лежат с четверга наверное да я к друзьям четверг же ездила с четверга мне еще есть такие друзья которые эти год буду уже помнить ой тут у меня белье висит наверно кого-нибудь ранит это сохнет вчера вечером стирала вон там в пакете в красном подушка с гречкой ну я не знаю как правильно называть гречичные подушки я думала себе купить но мне дали старую где уже шелуха только на тестите я вчера пыталась на ней спать это такой ужас у меня шея заболела я голова заболеваю у меня даже сумма какое-то время прошел что я поняла что она просто или синдепончик или пухну новенькую подушку короче хочу купить опять мысля прошла какая-то обрывочная а потом мне скажут что я была бухая укуренная и т.д. и т.п. те кто не в курсе почему у меня лапы пришло сообщение какое-то ну да ладно кстати я тут такую шикарную дорогу посмотрела но они писала для меня это вообще в новинку потому что как бы я не смотрю дорамы я первый вот сериал такой китайская азиатский смотрела мне больше вот раньше смотрела индийский фильм и сериал там могу посмотреть но в общем удивительно для меня вот мне приятель посмотрел американский сериал впервые для него удивительно надо загуглить может мне тоже понравится а потом как-нибудь гляну а за меня вот это вот дорама я пыталась смотреть дораму по сейзармун меня хватило на пять минут самого начала я смотрела дораму по сейчас помню по моему вот единственное аниме по которому смотрела дораму у меня что-то аниме так торкнуло что даже могу если не почитала то еще пришло как же его звать школа ран этот хоз клуб школа ран короче вот тогда смотри полтора моно коротенько было тут именно как сериал по 45 минут где-то так серии 16 штук кучей повторяшек она будет закругляться потому что действительно хочу убраться еще в дужке не было такого мылся жутки почистила решил что ну просто когда пылесосе что все так потерь заново и лучше сразу потом подушку в общем всем спасибо кто это осилю ну и я постараюсь как-то это все-таки выделять время вернуться в это русло чтобы хотя бы раз десять дней когда сильно держала на одной руке а так тут двумя держу за рамочки штук стекло даже купила для этого для телефона как раз когда забрала и вот его отремонтировали две недели дали на тестирование но смысле помрет не помнят и на 9 дней продали летом гарантии потому что 9 дней как раз был на ремонте то вот камень в огород связного у меня тогда 45 дней мурили ноутбук а тут за 9 дней днс справились никаких хамливых грубостей короче я раньше думала что стекло на этот самый пленочка это пленочка оказывается когда подругу вашу не встретила сказала что есть пленочка есть отдельное стекло что-то разные вещи уже давно и вот тут реально такое стекло на экране на мониторе она еще такое зеркальное когда он выключен телефон я постараюсь как-то вернуться мне вот это лето вышло такое что мало видео много заснятого совершенно некогда монтировать две флешки почти под забивку большая на сколько там бегов и другая на 16 или 32 уж не помню сколько там бегов у меня в общем две флешки люди хотите вы еще роликов подарите легким флешку еще одну ну в общем буду монтировать стараться как-то почаще выкладывать ролики я не знаю сделаю сегодня стрим или нет с утра то я вообще такая убитая была у меня еще горло болит я подозреваю что от ребенка подруги заразилась так вот это про друзей таких у меня есть такие друзья которые ну допустим в мае человек приезжает и в начале сентября выезжает и вот все лето вроде как собираемся встретиться все время это ищет какие-то поводы не встречаться а потом в конце или не так получается что не получается что типа да потом да потом с моей стороны это выглядит как еще повод не встретиться а потом вдруг внезапно вылезает вполне себе нормально и общаемся человек даже помнит что раньше пил от чай до 16 лет строго черный чай по цвету как с литой зеленый и холодный называлась там очастливая вот так в общем всем спасибо кто осилил еще раз ну и всем пока